Одна из сегодняшних команд специально долго готовилась, изучала мема, пыталась выговорить с Пулае Мулае, зарегистрировалась в Инстаграме и даже слушала Биг Бэби Тейп. Другая команда по привычке принесла пачку бумаги и коробку конфет с фразой «Поставьте хотя бы три». Сдадут ли ребята сессию, узнаешь сегодня в шоу «Уилдан». Привет, меня зовут Вильдан Милошев. Возможно, сегодня сбудется мечта каждого. Студенты покажут класс преподавателям. Друзья, это шоу «Уилдан». Мы начинаем! Да, друзья, вы не ослышались. У нас сегодня необычная конфронтация. Сторон слева от меня студенты, справа от меня преподаватели. И вам, друзья, аплодисменты. Начинаем представление. Давайте-ка начнем с преподавателей. Представляет у нас сегодня Крымский федеральный университет Сергей Додонов. Я Сергей Додонов. Представляю Крымский федеральный университет. Люблю эксперименты, поэтому участвую в этой игре. Всегда интересно познать что-то новое. Пусть победит сильнейший. Сергей Диброва. Меня зовут Диброва Сергей. Я представляю Крымский федеральный университет, факультет славянской филологии и журналистики. Дорогой студент, думай правильно, пиши правильно, говори правильно. Посмотрим, кто сильней. И одна очаровательная дама, представляющая Кукиит, это Оксана Резник. К вам аплодисменты, 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 аплодисменты. Я работаю в Крымском университете культуры, искусств и туризма. Самым лучшим, самым творческом вузе Крыма. Но иногда так хочется поиграть, тем более со своими студентами. Мы желаем им удачи, мы желаем им победы. Пусть победит сильнейший сегодня и всегда. Единственное не Сергей. Да, единственное не Сергей, да, на этом диванчике напротив вас студенты, наверняка вам известны. И давайте начнем все так же с КФУ. Итак, Андро Кибучава, вот он! Привет, меня зовут Андро. Сегодня мы играем против наших преподавателей. Вы знаете, им сегодня будет сложно у нас, потому что очень, очень хорошо подобранный коллектив. Смотрите, у нас сегодня есть молодость, у нас сегодня есть обаяние, красота, чувство юмора. И это все только один я. Очень сложно им будет сегодня, очень. И очаровательная девушка Ксения Кучкарова. Всем привет, меня зовут Ксюша, я студентка Крымского федерального университета. Мы сегодня играем против преподавателей. Не, ну, что сказать? Ну, сказать, конечно, нечего. В общем, удачи. Овации! Кукид представляет Константин Коршун, вот он! Меня зовут Костя Коршун, и я студент Крымского университета культуры, искусства и туризма. И сегодня мы играем против команды преподавателей. И, конечно, мы победим. Мы моложе, активнее, современнее. Только не говорите о том, что я искал моему проектору. А то мне еще полгода учиться. Есть еще один человек, нужно его представить. Это наш диджей Денис Япаров. Тебе аплодисменты! Друзья, для того, чтобы началась наша конфронтация, нужно назвать команды. Приглашая по одному человеку от каждой команды, кто будет? Девушки. О, ну, битва девушек. Девушки, становитесь сюда. И на... Не-не-не-не-не, без рукоприкладства, только на Цуефа решим, кто победит. Тот и будет называть свою команду и команду оппонента. Итак, поехали на Цуефа. Цу-е-фа. О, присаживайтесь, пожалуйста. Итак, смотрите, это решающая фаза нашего шоу. Как же назовем студентов? Братья по интеллекту. Братья по интеллекту. Аплодисменты ребятам. Да, именно так вы сегодня называетесь. А вы будете называться... Мы. Мы. Отлично. Присаживайтесь, все верно, просто и со вкусом. Друзья, если у нас уже известные названия команд, нужно начинать бой. Сражение. Первый конкурс называется «Поисковик». Все очень просто. Ввел в поисковике определенный запрос. И какой же топ запросов по этому словосочетанию выбил мне поисковик? Начнем наверняка с... С... С вас, дорогие друзья. Итак, я ввел в поисковике словосочетание «Аббревиатура ВУЗ». Что по этому запросу выбивает в топах мне поисковик? «Аббревиатура ВУЗ». «ЭТО». Да, это плюс 5 баллов в вашей команде, да? Друзья, у вас есть возможность уже заработать баллы. «Аббревиатура ВУЗ». «Аббревиатура ВУЗ». «Нет». «Аббревиатура ВУЗ». «Высшее учебное заведение». «Расшифровка слова есть. Три балла начисляю». «Есть, да». «Да». «У вас что?» «Абревиатура ВУЗ». «ЭТО». «СВЕТ». «ЭТО СВЕТ». «Нет, не СВЕТ». «Абревиатура ВУЗ». «Москвы». 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 «Плюс 5 баллов». «Да». «Есть». «Мы все равно проиграли. «Кошка». «Нет». «Студент не что?» «Как думаете?» «Студент не халявщик». «Нет такого, нет». «Студент не...» «Сдал сессию». «Не готовился к экзамену, но сдал его. Почему?» «А есть, такой плюс 3 балла, хорошо». «Студент не...» «Не спит». «Да, студент не спит. Есть 5 баллов, да». «Я не знаю, а». «Что еще? Как думаете, студент не...» «Студент не...» «Не ест». «Студент не ест». «Я это знаю, как бы, не по-настоящему. Но, к сожалению, здесь нет такого акции, да». «Нам нужно выяснить баллы по результатам первого конкурса. Огласи, пожалуйста, Денис их, ну?» «Уже начинается у нас расти преимущество одной из команды. Это команда «Мы», преподаватели. «Сколько?» «15 баллов получают». «Отлично!» «У студентов сколько?» «А у студента набирает 5. Ну, я думаю, они стесняются, если все впереди у них». «Отлично! Вам аплодируют Сементы, молодцы! Супер, да! Дружище, нравится? Красиво? Идея. Свет, звук, сцена, агентство. Большая перемена. Обращайся! Двигаемся далее. Конкурс простой, называется он «На языки верчу». Иногда бывает, что на языке вертится название песни, не может никак вспомнить исполнителя или название, но сегодня вам нужно будет постараться назвать их. Текст песни я перевел с русского на украинский, болгарский и множество языков и вновь вернул его к русскому. Нужно по смыслу попытаться, если он не изменился, угадать, что за исполнитель или название композиции. Сергей, в вашу очередь становитесь сюда. Итак, громко, четко, с расстановкой. Пожалуйста, поехали. Пятница. Девушка не хочет быть одна сегодня. Кому интересно где, я не отвечаю на цифры. Вы даже не можете выбрать, вы не можете даже выбрать. Здесь я хочу реветь, летать. Здесь так красиво, я перестаю дышать. А как там братья по интеллекту? Братья по интеллекту? ЛД, верно? ЛД, Фин, угрозовое вино. Да, молодцы, аплодисменты. Мы тобой не слышали. Есть у нас следующая песня. Вам спасибо, Сергей. От вас кто? А вот это должна быть ваша. Я старался. Давайте попробуем. Да-да, давайте. Давай, Андро, громко. День открытия, когда я встретил тебя случайно, но вы двое и не со мной. Как я могу сохранить для вас? Вы тот, кого я ждал, но вы двое и не со мной. Наверное, Сажа как-то раз, нет? Ручку поднимите, чтобы... Поднимите быстро, поднимите, ответьте. Итак, кто это поет? Наверное, Сажа как-то раз, случайно встретил я вас, но вы вдвоем, но не со мной. Абсолютно песня Лайма-Вайкули, да, есть пять баллов у вас. Все верно. Сергей Иванович, вы? Читаем. Все твои друзья дураки и часто выезжают за границу. Для фотографий на фейсбуке, как говорится... Мы должны были с вами заранее согласовать плейлист. Давай, громко, с толком, с чувством. Поехали. Кто пошел, снимаю только усталость, и сегодня вечером исцели мою душу, не спросишь, где я ношу, я знаю, все это понимаю, такси зелеными глазами, медленно... Братья по интеллекту, это воярские зеленоглаза, такси, да, плюс пять баллов вам, конечно. Итак, конкурс еще один подошел к концу, Денис, озвучка баллы нам скорее. Проснулись студенты у нас, наконец-таки начинается наша борьба, успевают они к первой паре и зарабатывают 20 баллов. Еееет. Ну а преподаватели не спеша двигаются вперед и продолжают лидировать. 21 балл. 21, молодцы, есть. Итак, двигаемся далее. Смотрите, у нас конкурс называется «Что за покемон?». Один представитель от команды выходит сюда на мое место, и у него есть ровно минута, чтобы угадать человека, который будет написан на стикере. Команда лишь подсказывает «Да» или «Нет», а все наводящие вопросы от того, кто стоит здесь. Начнем, наверное, с вас, друзья. Кто от вас выйдет? Сергей! Итак, стикер, попрошу вывесить на нашу стеночку. Стикер уже у нас есть. Готовы, готовы? Минута пошла! Мужчина? Да. Ученый? Нет. Да. Нет. Да, ученый. Ученый. Биология, химия. Да, да, да. Биология, химия. Да. Дарвин. Нет. Страну называй. Россия. Да. Сужаемся, сужаемся. Что сужаемся? Куда сужаться-то? Россия старая, новая. Россия старая, новая. Подожди. У нас одна Россия! Врач? Нет. Ученый. Ученый. Что-то, блин, химик, биолог, Менделеев. Нет. Нет. Не подсказываем. Менделеев, Менделеев. Ну, близко. Мы его все знаем. Все знаем. Все. Пирогов? Нет. Еще даже больше его знают. Все знают. Все знают. Они знают. Все знают. Итак, ну давайте подумаем. Вот кто еще есть? Вот биология, химия. Фундаментальный вклад в науку внес. И вы, вот как бы, вот мы все его, вы с Сергеем, я так скажу, знаете о нем не понаслышке. А я отодвинюсь. Я его знаю, но я вроде как... Да, вы с Сергеем прям очень плотно его знаете. Мы ближе, чем коллеги наши. Да. Каждый день видите, когда в университет закончен. Ну все, это уже ничего. Итак, ну вот, раз, два, три, этого меня... Он нас встречает. Ладно, смотрите, Сергей, это... Да. Ааплодисменты! Ну что ж, по делу. Я видел... ways in in于 в конце только. От вас кто? Стикер у нас есть. И точно так же. У тебя есть ровно одна минута. Давай. Поехали! Мужчина родственник, русский? Да. Деятель культуры? Да. Певец? Актера? Нет. Нет. Хореограф? Нет. Это что-то связано? Молодой старый. Он живой? Да, это да. Первый. Сейчас он старый? Нет. Известный? Да. Очень известный? Да. Я точно его знаю. Да. Это связано как-то со студенчеством или с чем-то? Деятель культуры искусств, да? Кино, интернет. Ага. Молчи, Андро! Кино, интернет? Ну ты задавай вопросы. Кино? Нет. Интернет? Да. Это блогер? Да. На школьников блогер рассчитан или нет? Он... Ага. Ну? Ну? Давай, давай, бросай. Что? Давай, давай, кидай. Да, блин. Какой жанр? Да, да. Тревел блогер? Нет. Летсплей? Нет. Новости рассказывают, новости рассказывают. Нет, нет, нет. Но его смотрят... Николай Соболев? И так... Да! Влад, я такой... Ты ему подсказал? Нет, я не подсказал. Есть такой... АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем вновь. Нужно еще одну личность отгадать. Кто будет угадывать? Давайте, пойдем. Приглашаем вас. Да, друзья, попрошу стикер уже вывесить на нашу стеночку. Дадим возможность коллегам посмотреть. Да? Знаком? Да. Поехали. Мужчина? Да. Сейчас живет? Да. Так, это ректор? Нет. Так, мужчина сейчас живет молодой? Нет. Старый, значит. Ученый? Нет. Президент? Нет. С образованием связан? Нет. С наукой? Нет. Актер? Да, отчасти. Ну, можно так сказать, да? Был актер. Ведущий? Да. Ведущий российского телевидения? Да. Да, а то еще и русский. Так, кто у нас русский, господи, ведущий. Это господи, который Андрей Малахов что ли? Нет. Так, он вообще на телевидении не работает? Да. По направлению телепрограмм подумайте. Так, по направлению, который Поле чудес, Якубович. Да! Арсена Владимировну да! Досрочный ответ. 10 баллов в команде мы. Молодцы. Ребят, надо собраться. Надо собраться. Давай, давай. Кто? Кто? Ну давай, Андро, забирайся сюда. Итак, попрошу вывесить нам стикер на стеночку. Он уже есть. Вам известен этот человек? Однозначно. Знаете, да? А это человек точно? Это человек. Поехали. Это мужчина? Да. Живой? Да. Ну, существующий. Да, невымышленный. Нет. Актер? Нет. Блогер? Нет. Кто же еще может это быть? Так, возраст старый? Нет. Молодой. На, господи, какой он тупой. Что он может делать? Он тоже. А, это Должанский, что ли? Нет, нет. Он связан с телепередачами как-то? Нет. Что же он делает? Что же он делает? Что еще может делать? Молодой человек. Он тупой, да? Да. Чем он может быть известен еще? Да. Он фрик. Отчасти. Отчасти, да. Господи. Он, что он? Ему до 30? Да. Он женат? Нет. Никто не знает. Он спортсмен? Нет. Кто же он? Еще направление, еще направление есть. Чем-то они популярными становятся, вот сейчас ребята там. Ну давай, ну быстрее. Ну он с интернетом как-то связан, да? Да, да. Итак, все. А, в инстаграме он, да? Нет, смотри, благодаря интернету он получил огромную популярность. Изначально он занимался этой деятельностью самостоятельно. Что-то показал в интернете и стал прям дико популярен. Это молодой человек. Довольно фриковатый, как мы выяснили. Итак, это может быть кто? Быстро фамилию любую. Егор Крид. Смотри, кто ты. Фейс, господи. Фейс, господи, да. Именно так его фамилия, отчество. Друзья, еще один конкурс подошел к концу. Денис, озвучивай баллы. Интересно. Мне кажется, преподаватели, она же команда, мы почули, почули, что их могут сегодня выиграть и заработали 31 балл. Бо, да. Ну, а студенты 23 балла. Неплохо. Ребята, появился прекрасный белый ящик, и в нем что-то есть. Конкурс называется «Кто там?». Одному из вас нужно будет подойти ко мне, с этой стороны просунуть свои руки внутрь и на ощупь отгадать, что же там находится. С кого начнем? С студентов же начнем, я думаю, да? Конечно, конечно. Кто? О, давай. Итак, стой, подожди. А перед тем, как ты... Не хочу. Да ладно, ладно. Замещание написала? Да он там, он там. Итак, давайте же посмотрим все, что там находится. Говорю сразу, подсказывать нельзя. Просто глянем, что там находится. Там маленькая змеючка. Там может быть кто-то или что-то. Жить будешь, но не очень. Жить буду, но не очень, да. Давай пощупаем. Это ежик? Да, красава. Легко и просто. 10 баллов, молодец. Итак, друзья, мы продолжаем. Коллеги от вас, кто будет? Сергей, приглашаю вас сюда. Для начала, для начала. А мы покажем всем присутствующим здесь, кто или что находится в этом ящике. Что же там находится? Да, да, да. Сначала найти. Есть некий сосуд, да, а в нем? А в нем что? На ощупь как и что? На что похоже? Резина. Резина? Кусок какой-то непонятной резины. Ага. Это червячки. Они теперь жеватели, я все-таки с уважением к вам, дорогие друзья. Это просто червячки жилины. И, конечно, жеватели вам 10 баллов. Итак, друзья, мы продолжаем. Очередной конкурс прошел успешно для всех команд. Какие баллы, Денис, озвуч? Наши команды справились на 100%, поэтому 41 балл получает команда преподавателя и мы. И аплодисменты преподавателям, да. И команда студентов, братья по интеллекту, 33 балла. Молодцы. Друзья, двигаемся далее. Следующий конкурс называется Кикадзару. 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 Есть такая скульптура, называется, она ничего не вижу, ничего не слышит, ничего не говорю. Три обезьяночки, вот та, которая не слышит, и зовется Кикадзару. Условия очень просты. Один человек от команды стоит здесь и, слушая в наушниках музыку громко-громко, должен будет по губам прочитать фразу, которую ему диктует его командник. Кто готов? От студентов давайте начнем. Кто? Двое. Мужики, бой. Отлично. У нас были где левые, по-моему. Там написано, но, в принципе, это не имеет значения. Давай попробуем. Итак, дружище, ты нас слышишь? А вот теперь слышишь, Рамштайн? Там Ранеткина сам. Да, там Рамштайн, ему все нравится. Итак, называешь ему словосочетание «неистовая зубочистка». Но не кричишь, а просто пытаешься ему рассказать. Есть ровно минута. Денис, поехали. Не подходи. Не подходи. Нет, нет, стоишь здесь. Неистовая. Я еще не выйду? Не, 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 неистовая. Еще раз. Не, 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 неистовая. Не коричневый? Иистовая. И, и, неистовая, неистовая. Смотри сюда. Неи, это два слова. Не показывай пальцами, давай. Не, не, неистовая. Какая, о-вая. Да? Не, и, сто. Сто. Не, и, сто, вая. Не, и, сто, вая. Сто. С, 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 С. Неистовая. 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 Зубочистка. Руками показывают. Зубочистка. О-о-о-о-о-о, 10 баллов! Тихо, припев. А, припев. 10 баллов, да. Мужчины, все верно, все без изменений. Прошу вас, наушники настраивайте сразу же по размеру, как вам нужно. Все подходит. Сейчас, рамштайн пошел. Итак, ваше словосочетание единичный уругвай. Минута пошла. Е-де-нич-ны. Я понимаю! Он просто кайфует. Дайте ему минуту пока. Е-де-нич-ны. Е-не-не-те. Е-е-де-та. Де-я-др... Е-де. Е-та-я-я-р... Е-де-де-де. Е-де-де-де. Где? 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 Сергей, я основываю твою улыбку, я больше ничего не вижу. За обаяние я как бы баллов не набавлю, но за ваш кайф от Рамштайна два балла вам даю. Молодцы, спасибо, присаживайтесь. Давайте-ка узнаем баллы. Денис, называй. Впереди у нас еще есть конкурсы, однако прямо сейчас наши команды начинают буквально с нуля. По 43 балла у каждой школы. Рады и аплодируют все, кроме Оксаны Владимировны. Слипер у вас на глазах неспроста, конкурс называется «Куинжи». Будем играть в художников, не живопись писать. Айпетри не ворует, да? Не, не воруем айпетри, живопись писать не будем. Нарисуем кое-что, что здесь есть. Половинка рисунка есть, вторую дорисовать нужно будет закрытыми глазами по подсказке коллег. Оксана Владимировна, давайте вашу руку. Я вас подведу ближе к флитчарту, не бойтесь. Все, стоп. У нас уже есть нарисованный рисунок, а с правой стороны нужно нарисовать вам самостоятельно. У вас есть ровно минута, чтобы вам подсказали коллеги верно и вы сделали это произведение искусства. Денис, минуту запускаем, коллеги, поехали. Это что у меня? Можно же говорить, да? Да, да, да. Это бужья коровка. Это бужья коровка, да. Так, маркер ниже, 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 ниже маркер. Вот здесь. Стоп. Стоп, да. И вниз поехали. Ведем вправо по полукругу, по маленькому. По маленькому. По маленькому. Ведем, 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 ведем. Стоп, стоп. Руку оторвали. Влево. Ведем влево, влево, влево. Опускаем вниз. Вниз, 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 вниз. Вниз, 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 вниз. Стоп. Ведем большой полукруг. Большой полукруг до самого правого края. Правый полукруг на всю часть ведем, 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 опускаем, примыкаем к серединке, полукруг сводим, есть, стоп, теперь по правой стороне, там где был полукруг, расставляем точечки, ниже, 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 стоп, вот здесь рисуем, точечки, да, 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 ниже, 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 левее, 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 ниже, 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 стоп, 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 оторвали руку, руку вверх, 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 вниз, вниз, Всё! Время вышло! Стоп! Аплодисменты! Снимайте повязку! Светлана Владимировна, мне кажется, это идеальная божья коровка! 10 баллов вам! Спасибо большое! Да! Однозначно! 10 баллов! Потрясаю! Да! И вновь мужчины бросают в это пучину искусства девушку! Молодцы! Дай мне ручку аккуратненько! Всё точно так же! И Куинджи! Она вот тут встанет! Да-да-да! Становись! Вот! Вот право-лево! Сейчас я открою маркер! Ребятки, не забудьте ей сказать, что она рисует! Минута пошла! Поехали! Это морда медведя, короче! Веди руку ниже! Стоп! Стоп! Вот так вот! Веди! Чуть-чуть левее! Чуть-чуть левее! И чуть-чуть ниже! Чуть-чуть! Вот так! Веди полукруг! Небольшой! Всё, закругляйся! И теперь обратно закругляйся! Туда, да! Вообще влево уходи! Хорошо! Так! Теперь значит что? Теперь вот так, да! Еще выше! Теперь правее! И вот тут от уха рисуй! Опа! Отлично! Вообще идеально! Теперь вниз! Теперь вниз! Вниз! Еще-еще вниз! И теперь правее! И чуть-чуть ниже! Рисуй глаз! Фиг�и глаз! Пойдём! Теперь, чуть-чуть ниже! Вот стоп! Правее! И вверх маленький полукруг! Нос! Кусок носа! Вверх! Вверх! Вот так! Вот! Вот так, да, пойдет. Теперь вниз, правее, еще ниже, еще ниже, еще ниже, и вот так вверх маленький полукруг, доводи ему морду. Не, 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 такой маленький, побольше. Больше, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, вот, да, пойдет, нормально. Да, ладно, время вышло, гляди, какой у тебя... Красивый. Присаживайся, давай-ка мы посмотрим, смотрите, ну... Это медведь после операции. Давайте, вот, пять баллов за это можно, да, думаю, поставить, да? Да? Аплодисменты, да, отлично. Итак, друзья, очередной конкурс подошел к концу, великолепно показали свое мастерство. Что же по баллам, Денис, говори. По баллам все очень просто. Братья по интеллекту набирают 48 баллов. Молодцы! Тем самым, недалеко от своих братьев, команды мы... 53 балла! 53, есть! Ребят, это всего лишь маленькое отставание вас. Впереди нас ждет конкурс Крокошто. Вам нужно будет играть в стандартный крокодил. Один выходит сюда, показывает слова, и у него есть целая минута, чтобы его сокомандники отгадали, что же он такое показывает. За отгаданное слово плюс пять, за пропуск хода минус три балла. Друзья, начнем с вас. Кто? Ну, по очереди. По очереди. Владимир, нам приглашаем вас. Конечно же, становитесь. Итак. Ваша минута. Денис, готов? Ваша минута начинается сейчас. Кругленькая. А все угадали? Кругленькая. Нет, только команда. Шарик, ласточка. Шарик, ласточка. Салют. Еще раз сначала. Это кругленькая. Нитка. Кругленькая. Иголка. Шить. Шить. То, куда втыкаются иголки. Игольница. Подушка. Ежик. Машинка для шеи. Круглая. Стоит на чем-то. Нет. Прибита к земле. Это Валера. Валера – это кот. Пальма. Пальма, кокос, ананас. Вы чего? Так, Оксан Владимирович, я не могу вас опустить без отгаданного слова. Давайте думать. Вот что-то. Он что-то. Вот с этим вот. Вот оно вот такое. И на нем то, что уже было сказано. Кактус. Наконец-то. Плюс 5 баллов есть. Спасибо вам. Кактус. Я пыталась. Сергей, Сергей, Сергей. И кто из вас приглашаем. Окей. Денис, готов? Минута ваша начинается сейчас. Семь. Семья. Безинец. Маленькие семьи. Только не говорим. Гномик. Неделя. Неделя, неделя. Понедельник, суббота. Ну, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота и воскресенье. Выходные. Выходные, наконец-таки. Дальше идем, идем, идем. Время еще идет. Давайте. Ну. Пропуск? Пропуск. Совет. Дальше. Жвачка. Таблетки. Флейта. Дудка. Сигарета. Съедобное что-то, да, получается? Раз, два, три. Ломаешь, съедаешь. Горох. Горох, фасоль, бобы. Горошина. Стручок гороха. Стручок есть. Плюс пять баллов на последнем. Молодцы. Есть. Сергей, вас тоже приглашаю. Ух ты, черт. Вы не расслабляетесь. Ну вы чего? Как так-то? Такое... Там сидеть проще, чем вот это вот... Да, намного проще. Давайте пробовать еще раз. Денис готов. Минута ваша, Сергей, началась. Горло болит. Болезнь. Ангина. Бронхит. Бронхит. Кашель. Глухой. Немой. Ничего не слышу. Больной. Температура. Пациент. Грипп, простуда. Простуда есть. Дальше. Домик. Ёлка. Дед Мороз. Церковь. Храм. Моя. Ёлка. Крест. Купол. Ангел. Можем пропустить слово. Столица. Столица. Он показал. Купа. Москва. Я с фонариком хожу, собираю, жучков травлю, закручиваю, грибы, выкидываю, сорняки, полю траву, поливаю. Умер. Нет, мина, бомба. Сапер. 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 Есть. Пять баллов тоже. Есть. Ладно. За то, как вы пытались изображать это, еще плюс пять баллов. Договорились. Хорошо. Минер был в порядке. Да? Да. Минер был в порядке. И. Смотри, дружище, все то же самое. У тебя есть ровно минута. Ровно. Капсула. Капсула. Кролики, медведь, соблезубер, тигр. Это живот такое, это хищное, да? Нет. Кошка, вампир. Любит? Уточняй какую. Сумерки? Да, сумерки. Водитель. Фары. Фара, молодец. Кушаешь, кушаешь. Лапша. Ку? Ка? Суп, первое блюдо, да, ты имеешь что-то? В общем, как первое блюдо? Завтрак. Обед. Обед. Да, дальше давай. Ты. Бал, бабочка. Женщина. На бал куда-то предложение делай. Жених, невеста. Жених, да! Не успел. Но столько баллов заработал. Молодец, Андро, аплодисменты, Андро, да. Погнали, попробуем. У нас абсолютно те же самые условия. Готовы? Все готовы? Минута началась. Вокс? Синяк. Синяк, дальше. Смех? Смех, дальше. Что за слова такие? Я не знаю. Мороженое. Эскимо. Крем-брюле. Холод, что? Что это? В общем, мороженое. Мороженое в общем. Сладость. Резать. Сладость. Сладость. Два балла дают за подсказку. Пропустить. Репетитор. Да. Ежен, завтрак, обед, поднос, блюдо. Тарелка? Блюда! Динозавр. Майкл Джексон. Три динозавра. Тарак? Вторая часть. Что это? Что это? Камера, да? Оператор. Оператор. Фантастика была. Слово не успели, но все равно молодец. Много заработало. Аплодисменты, да! Давай, погнали. Давай-ка посмотрим, сколько ты отгадаешь. Итак, готовы, готовы. Минута началась. Красят что-то? Ходят, есть обувь. Белила. Ты-ка, черт такой? Бодибилдер. Пауэрлифтинг. Спортсмен. Штанга. Банки. Допинг. Спортзал. Бегун. Выносливость. Выносливость. Сильный. Силач. Силу. Ты. Ты кто такой? Что? Качаешь бицепс. Мышцы? Мышца. Бицепс, трицепс. Тело. Трицепс? Две первые? Трррр. Тренировка. Да, камень! Как сложно было! Дом, крыша. Большой дом, огромный дом. Ты генобокин. Театр, церковь. Здание, университет. Ты там учишься? Ты. Ты. Мой. Твой. Кто? Твой дом. Твой дом. Твой большой дом, поместье. 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 Поместье там, как там это делать? Ну вот, помимо поместья, есть что-нибудь еще? Не поместье, а как по-другому называть? Не пазенда, и ты скажи что-нибудь, ну давай. Однокомнатная квартира. Почти, особняк, не успели. Ладно, хорошо, аплодисменты, молодцы, да. Итак, друзья, очередной конкурс подошел к концу. Это предпоследний и уже должна накалиться интрига. Говори же, назови баллы, Денис. Друзья мои, интрига такая, что все определит следующий конкурс. Почему? Потому что преподаватели набирают 77 баллов. Бо! Ну а студенты, братья по интеллекту, 75 баллов. Это все. Друзья, решающий, действительно, максимально решающий конкурс. Потому что за максимально правильный и своевременный ответ я вам начислю сразу же 10 баллов. Он называется Блицшприц. Очень быстрый, молниеносный конкурс. Нужно будет дать ответ и назвать 3 кое-чего, того, что я вас попрошу, ровно за 5 секунд. Надеюсь, вы будете быстрыми. И начнем с уважаемых преподавателей. Оксана Владимировна, давайте-ка попробуем. Назовите мне, пожалуйста, за 5 секунд 3 специи на букву Б. Нет, специи на Б. Базилик. Адьян, ну есть, 5 секунд прошло, но 3 балла я вам даю, спасибо вам большое, да. Адьян, Базилик, Барбарис, вот как бы есть они. Барбарис, Бурда, все верно. Плюс 1 тебе даю за юмор. Сергей, назовите, пожалуйста, за 5 секунд мне 3 произведения Федора Достоевского. Поехали. Идиот, братья Карамазовы, преступление, наказание. Проще простого, 10 баллов, да. Следующее. За 5 секунд, назовите, пожалуйста, материалы, которым пишут картины. Акрил, масло, акварель. Верно. 10 баллов, езжи, да. Конечно. Итак, давай, назови, пожалуйста, виды игровых приставок консолей за 5 секунд. А, Сони, Плейстейшн, Иксбокс, Нинтендо, Сега, Дэнди, что хочешь еще могу назвать. 10 баллов однозначно, да. Это моя стихия. Вот кто числится, а не учится. Давай-ка улицы Симферополя на букву У. Лисюк рынке считается. Да, дальше давай. Симферополе, ну. Училищная, Ушинского, Урожайная. Как-то не пошло. 3 балла, Лада получает, молодец, 3 балла, есть, да. Давай-ка посредний, ты остался, и вот и мешающий, мне кажется, сейчас раунд за тобой. Назви, пожалуйста, довольно сложно. Костя, не подведи, не подведи. Русские писатели с двойными фамилиями, поехали. Салтыков Щедрин. Вспомню, чему я тебя учила. Ну. Все вылетело из белого, представляешь? А мамин Сибиряк. Панкратов черный, он не писатель, но он же с двойной фамилией. А Сергей, и рядом здесь находится улица Сергеева, Салтыкова, мамин Сибиряк. Ладно, 3 балла получает Константин Сибиряк. Костя, и на аплодисменты Сибиряк. Итак, друзья, вот и все. Ну вот и все, осталось только узнать счет, и имена победителей Дениса называем. У вас есть, есть победитель. Ну и кто? Команда студентов набирает 92 балла. Ну а есть те, с кем мы встретимся в следующий раз, это команда преподавателей. Денис Сибиряк, стопа! О, отрыв небольшой, но очень веселый. Вам спасибо большое, аплодисменты, команде. Мы, друзья, на ваш главный приз, это переход далее, где вы будете сражаться за главный приз нашего шоу. Ну а вас, друзья, я приглашаю сюда под аплодисменты. Да, друзья, да. Потому как ваши старшие наставники безумно переживают и волнуются, что же вы будете учить, какие знания впитывать, я решил подпитать их мозг еще книгами «История России», «Теория государства и права». Я думаю, ребята, это то, что вам пригодится однозначно. Читайте на здоровье, да. Именно это. Дружище, нравится? Красиво? Идея, свет, звук, сцена, агентство – большая перемена. Обращайся. Друзья, вот и все. Осталось только вам, телезритель. Напомните, прямо сейчас заходи в социальную сеть ВКонтакте и голосуй за лучшего, по твоему мнению, игрока. Именно его в скором времени мы наградим специальной наградой. Друзья, вам спасибо. Спасибо, телезритель, тебе спасибо. Это было шоу «Уилданк». До встречи через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова